Друзья, всем привет! Меня зовут Поля и добро пожаловать в новый влог из Китая! Итак, мы в аэропорту Шанхая. Друзья, из приколов здесь таможня, ее не нужно проходить как-то особенно. Здесь есть такой автомат, и я сейчас буквально за секунду все сделала. Мне сняли отпечатки пальцев, скан паспорта и дали вот такой талончик. И здесь очень много таких автоматов стоит. Мне кажется, это суперудобно. Так, и еще нужно заполнить вот такую бумажку по прилете. Так, друзья, и заполняем вот такую вот штуку для того, чтобы выйти в город. По-моему, нужна именно вот такая вот длинненькая. Сначала мы заполнили какую-то другую. Пожалуйста, пожаловать во влог из Китая. Очень рада видеть вас на своем канале. И сразу скажу, что я немножко приболела прямо в путешествии. У нас сегодня первый полноценный день в Шанхае. Мы прилетели сегодня ночью, вот, и я с больным горлом, с носом. Извините, я сама очень сильно от этого расстроена, вот. Но все равно хочу записать, конечно же, влог из Китая, потому что я здесь первый раз. Мы прилетели небольшой компанией. Я, Андрей и еще две подруги. И в Пекине мы встретимся еще с нашими друзьями. В общем, план у нас такой отправиться сегодня гулять. У нас в Шанхае на три дня, потом мы летим в Пекин и потом в Гуанчжоу. Так что уверена, что будет очень интересно. И давайте сразу покажу вам шикарный вид. Такой, правда, погода не очень, но сами видите, все выглядит довольно симпатично. Мы заселились в отеле, который называется Новотель. Это сетка. Показываю все, как есть. Мы сейчас недавно проснулись только. Здесь такая большая классная кровать и очень удобно. Здесь есть вот такой вот пуфик для вещей. Такая небольшая комната среднего размера. Все, что нужно есть, есть чайник. Я сейчас пью дарафлю. Я прям как знала, взяла с собой из России пару пакетиков. Вот, вчера мы уже ходили, кстати, в супермаркет. Купили себе разных чипсов с необычными вкусами. Вот это итальянское мясо. Помидорки. И тоже какое-то мясо из забавного. Подруга наша вчера взяла Лейс со вкусом куриной ножки. Это было прям очень вкусно. Там холодильник. Так, здесь у нас халаты. Большое зеркало. Так, и здесь у нас ванна. Тут душ. Тут душ. Тут сам туалет. И вот так здесь все выглядит. И больная я. Друзья, мы вышли из нашего отеля. Сейчас заказали такси. Вообще здесь есть метро и какой-то другой транспорт. Но пока что мы решили вызвать такси. И поехать просто позавтракать. И купить ребятам полстовки. Потому что на улице очень холодно. Ну как очень. Холоднее, чем в Москве. Я читаю. Нихао. Си пау. Остальное не понимаю. Ну что? Зачем нам нужны телефоны, навигаторы? Карты, все правильно. У них 20 меток. И 508 штанций. Ребят, сейчас приехали на набережную. Если честно, просто офигеть, как холодно. Но когда я смотрела погоду, вроде показывала. Плюс 18, такая же, как и в Москве. А тут я в полстовке, все равно прохладно. Тут еще мое болезненное состояние. Буду стараться об этом не говорить. Но, в общем, не получится, скорее всего. Сейчас идем. Я думаю, что возьмем плащи. Чтобы как-то спастись. Насчет одежды. Я, конечно, лоханулась. Взяла с собой штаны. Но они... С ними тоже беда. Они слишком длинные. И все мокрые на концах из-за дождя. То есть они только для сухой погоды. У меня джинсы я не брала. Очень зря. Вот, но перестаю жаловаться. И... Ухлаждаемся с вами красотой. И уходим в магазин. За плащами. Друзья, ну вот, за 15 юаней купили такой плащ. Плащами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вот такое здесь меню. Не знаю, что я выберу даже, если честно. Думаю, что-нибудь типа вот такой вот лапши, скорее всего. Друзья, Лизе уже принесли ее блюдо. Выглядит, конечно, очень необычно, так скажем. Да куриные ноги мне близко. Друзья, это же то, что ты хотела. Друзья, Лизе, как тебе? Это вареная курица с черешками. Вкусная. Это можно есть. Можно есть. Это отличная лицензия. Перед домом надо в Макдональдзе будет зайти. Второе блюдо. У меня уже нет голоса почти. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, и мне принесли мою лапшу. Выглядит вроде даже неплохо, как бодного. Тут какое-то мясо, яйцо, зелень. Будем пробовать. Андрею принесли рис. Вроде бы он выглядит как наш. Абсолютно адекватный. Запахнет. Запахнет? Ну ладно, я думаю, с этим я... Орезал, солидно. Подержим тарелку. С этим я... Мимо. Да, не лишает время. Специфично. Какие-то необычные специи для нас, но в целом неплохо. Орезали. Итак, друзья, мы сейчас в Баньяре гуляем по троповому центру. Зашли в какой-то магазин игрушек. Здесь такие классные автоматы с игрушками. Думаю, поиграть. И еще есть какого-то странного и необычного. Здесь есть автоматы с ледой, с лапшой. Это очень смешно. А, ну он выбрасывает, он расцепливает. Друзья, ну и, конечно же, я не могу не зайти в Макдональдс. Всегда очень интересно в каждой стране, что здесь вообще есть. Так, давайте вместе посмотрим. Так, какие-то большие комбо, кофе, бургеры. Так, из интересного. Здесь есть какой-то бургер с сосисками, я вижу. Есть Биг Мак, фишбургер. С сосисками, это прикольно. О, мисс, извините, и, пожалуйста, скажи. 25 юаней, один Биг Маг. Да, спасибо. Видели, есть такая платежная система, которая называется Alipay. Это такое приложение, где ты можешь привезти деньги и расплачиваться, и вообще в других местах. Вот сейчас я первый раз попробовала расплатиться за этим приложением в Макдональдс. Ну, а нам принесли два Биг Мага в такой красивой упаковочке. Прелесть. Ну что, друзья, я уже вернулась домой. Как вы видите, я одна, ребята еще немножко погуляют. Боже, это первый раз в моей жизни, когда я заболела в поездке, прям в первые дни. Андрей пришел. Друзья, всем привет. Прошли, в общем, сутки из того момента, как я записывала предыдущий кусочек. Я просто эти сутки даже чуть больше провалялась в отеле, просто с ужасной температурой. Сейчас я себя чувствую уже лучше. Сегодня, по-моему, второй день полноценный в Китае. В общем, ребята все это время ходили, ездили в какую-то Венецию в полном восторге от Китая. А я вот только сейчас вечером присоединилась к ним. Вообще супер обидно. И в такие моменты понимаешь, что как бы это банально не звучало, что здоровье это просто наше все, и пока ты... Давайте я немножко город покажу. И пока ты, в общем, без здоровья, мы сейчас вышли из нашего отеля, тебе не нужно ничего, ни в Китае, ни в Шанхае. Вот мы сейчас в Шанхае находимся, как я уже говорила. Тебе просто хочется быть здоровым, чувствовать себя хорошо, поэтому цените здоровье свое. Я тоже буду стараться это делать. Вот, надеюсь, что мне будет лучше и лучше. Сегодня все-таки вечером решила выйти с ребятами, потому что мне безумно обидно, что я сижу в отельном номере, пока все гуляют, пока мы вообще находимся здесь, потому что послезавтра уже мы на поезде поедем в Пекин. Здесь впереди, там две полосы, еще. Вот красный. Мы сейчас пришли в торговый центр, который находится недалеко от нашего отеля. Сейчас пытаемся найти здесь какой-нибудь ресторан. Вообще, достаточно много здесь. По-моему, 7 или 9 этажей. Вот. И... В общем, мы сейчас ходим, ищем что-то подходящее. Из каких-то знакомых магазинов для себя, я нашла такой старый на первом этаже, и очень хочу, конечно, туда сходить. Что такое вообще там есть в этой китайской царе, мне безумно интересно. Но так как ребята еще не ели сегодня, я, собственно, тоже. Не понимаю, почему они не ели, ну ладно. Мы ищем сначала, первым делом, ресторан. Газаки выбрали вот такой, с супер необычным дизайном. Вот еще один рис, все, я доволен. Мне принесли мой напиток. Это горячий сок с жасмином, персиком. Выглядит очень даже красиво. Итак, друзья, из очень забавного, мы сразу как сделали заказ, нам тут же принесли счет. Есть чаевые или там таксы? Нету, да, вроде бы. А непонятно даже, сколько это стоит. 101? Это оно, нет? Нет. Или это не счет? Ну, ты не знаешь. Это, может быть, они делают, чтобы не забыть, что сюда вот нужно красить где-то вон. А, значит, это не счет все-таки. Кудка. Кудка. Офигеть. Скажется, это было стол. Вот в эти чудесные мисочки. Это лапша с яйцом и томатом. Тебя, кто-то? Булочки с маслом? Да. И зачем ты перчатки? Можно я без перчаток? 400 юаней? Все вместе. А можешь дать чек? Не могу. Спасибо. Так, друзья, все вместе вышло 383 юаня. Мы уже поели в ресторане. В целом оказалось довольно неплохо. Особенно мне понравился салат. И это было довольно бюджетно по сравнению с Москвой. А сейчас уже я спустилась на первый этаж. Пойдемте с вами в Зару, посмотрим, что здесь. Здесь ребята пошли на массаж на 15-20 минут. Вроде бы они нашли какое-то массажное кресло, которое гораздо лучше, чем у нас. А мне, конечно, было безумно интересно зайти в Зару, как я уже сказала. Поэтому давайте прогуляемся, посмотрим, что здесь есть, какие цены. Какая миленькая сумка. Правда, я еще не разобралась с местными ценами. 279 юаней. Я сейчас зашла в конвертер. 279, это, видимо, здесь любимая цена. Это на наши деньги 3400. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, смотрите, какое платье сейчас безумно модное, как я понимаю, с таким вот силуэтом вытянутым. Стоит тоже 3400 получается. Интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, обнаружила здесь вот такие базовые шорты в трех цветах. Стоят они также 249 юаней. У меня есть что-то похожее. Но, конечно, я бы, если честно, взяла бы еще парочку. Потому что у нас такие будут стоить дороже. Как альтернативно, шла еще вот такую сумочку. Тоже мне она очень нравится. Но она, конечно, не супер вместительная. Стоит также 279 юаней. Так, друзья, в общем, думаю насчет этой сумки. Вроде бы сейчас очень модная вот такая холщовая история. Здесь несколько ремешков. Конечно, я больше люблю большие сумки, но иногда, как сейчас, например, хожу с маленькими тоже. Такая маленькая ручка здесь тоже есть. На лето сейчас как раз. Мне кажется, классный вариант с чем угодно. Цена приятная. Встретилась с ребятами. Андрей мне подарил такую вот такую штуку. Супер сюрприз. В общем, давайте с вами сейчас откроем. О, это же этот бобер, господи, которому мы хотели. Парк. Блин, как это мило. Мило. Прикольно, спасибо большое. Попила на сумку. Капибара первая. Друзья, доброе утро. У нас сегодня новый день. Я, как всегда, не успела накраситься, потому что я выбрала сон. Быстренько наше лобби. Там вот очень красивое место. Вечером зажигается камин. В общем, очень иудная история. Но мы там ни разу не сидели. Думаю, скорее всего, не будем. Вот, сейчас вызываем такси. И выгуливаю сегодня новую сумку, которую купила вчера в Заре. Там пройти на поезд в Пекин номер тот-то-то. Вчера в торговом центре очень много высоких девчонок. Кого? Очень много высоких девчонок, видела. Такая-такая же, в Своре. Приехали в старый город. Здесь должно быть достаточно красиво. Куча разных магазинчиков. Пока что, надеюсь, мы еще найдем поесть, потому что время 4 часа дня. Мы еще даже не завтракали. Сегодня мы почему-то все дружно проспали до 2 часов дня. Вот. Я себя чувствую уже гораздо лучше. Почти выздоровела. Вчера мы просто вечером уже пригулялись по ночному Шанхаю. Здесь вечером ничего не работает. После 12 уже все рестораны, бары, все почти закрыто. Очень красиво вообще. Очень красиво. Можешь тоже взять? Это померяй, померяй. Здесь кимоно по 159 юаней. Мне кажется, это супер вообще чиповая история. Но мне кимоно, правда, не нужно вроде как. 199 вот такие более длинные. Ну, конечно. Главное, чтобы тебе нравилось, да? Ну, вот ты будешь ходить, такая как, ну, вот ты идешь на съемку, скажем. Красиво. Ну, вот чай туда-сюда. Таким из рукавов. Мы зашли в Макдональдс. Я понимаю, что вы скажете. Что я в Китае, почему я ею в Макдональдсе. Потому что все эти дни мы ели какую-то китайскую пищу. И, если честно, мы не привыкли к этому. Поэтому мы решили сегодня хотя бы один раз поесть в Маке. Ну, точнее, мы вчера еще заходили. Так с тобой я взяла Биг Мак. В общем, время уже 5 вечера. Хочется есть. Мы еще не завтракали, поэтому мы здесь. На обратной стороне там разные такие китайские кафешки. Но я думаю, мы попозже туда зайдем. Вот. А сейчас пока что Макдональдс. И из интересного здесь есть мороженое с дурианом и манго. Но мы взяли вот одно такое попробовать с Андреем на двоих с дурианом. Мне кажется, это очень интересно. Помогла женщина. Потому что эта штука, она тоже на китайском. Она поставила английский язык, чтобы мы хоть что-то понимали. Здесь прикольно. Вот такие. Так. Ну-ка, он только что заряжал. Вот. Такие зарядки. Просто гениально. Принесли наш заказ. Здесь обычный Биг Мак. Вот это сэндвич-бургер с сосисками. Две колы. И вот такое мороженое с дурианами. С дурианом. Покажи на камеру. О май гад. Давай пробуй. Не могу. Я думала, будет хуже. Ты ешь пока Биг Мак. Мне половину оставь, пожалуйста. Друзья, мы сейчас гуляем в торговом центре, который частично находится под открытым небом. Вообще, выглядит очень прикольно. Посмотрите, сейчас мы были там внутри. Сейчас вышли на улицу. И тут то ли рынок, то ли торговый центр под открытым небом. В общем, очень много разных лавочек, кафешек. Сейчас заходим, смотрим. Времени тут надо кучу просто. Смотри, прикольно. Сигареты прикольные. Выглядит так стильно. Вот, давай возьмем. Ну, что есть, давай. Где там. Ну, какие прикольные. Путешественник, смотри. Это бачевая невеста. Блин, с рыбкой прикольные еще. Вот, смотри, Кашкова. Смотри, пить или нет? Ну, что они тебе говорят? Выпей пиво. Конечно, даже на одной этой улице просто одного дня недостаточно. И, в целом, трех дней в Шанхае. Мне кажется, это очень маловато. В целом, у меня такие крутые эмоции. Я не ожидала, что мне так сильно понравится в Китае. У меня, в принципе, не было никогда такой мечты или желания поехать в Китай. У меня была мечта поехать в Японию. Но сейчас получилось так, что я оказалась в Китае. Чему я очень рада. И рекомендастим, так сказать. Это абсолютно какая-то другая планета. И здесь даже просто идешь по улице, смотришь на китайцев. И тебе уже очень круто и интересно. Я даже не сходила пока на никакую экскурсию. Вчера ребята вот ездили. Я болела. Короче, даже так просто погулять. Очень классно. Друзья, мы сейчас пришли в парк. Просто такая красота. И такой шикарный вид открывается на высотке. Супер. И толпы китайцев. Лиза, она нашла себе уже модели здесь. Две девчонки. Мы встретили. Она попросила их сфотографировать. В итоге у них прям целая автосессия идет. Друзья, ну что, мы уже пришли на набережную. Мы здесь были в начале влога. Конечно, вечером смотрится все немножечко иначе. Тоже очень красиво. И сейчас здесь в разы больше людей, чем мы приходили днем. Очень красиво. Вообще, мы хотели еще прокатиться на кораблике. Он стоит 150 юаней после 6 вечера. Но ждать еще целый час. А уже очень даже прохладно. И так, поэтому мы подумали, что не поедем. Потому что просто замерзнем. Нужно было, конечно, брать более теплые вещи сюда. Я думала, будет очень жарко. Поэтому в этой серой толстопке, мне кажется, будет весь влог ходить. Мы шли мы до такого быка. Напоминает в Америке тоже похожий бык. Насколько я понимаю, там должен быть... Да. Да. На счастье. Друзья, в общем, мы случайно набрели на какое-то место типа фудкорта. Здесь очень много разной кухни. Китайской, которую я не особо ем. Здесь очень много разной кухни. Друзья, мы сейчас уже на вокзале. В общем, ждем наш поезд. И зашли вот в такую кафешку. Вот так она называется. Взяли два кофе и два бейгла. Получилось на 100 с чем-то юаней. У нас было бы что-то интересное было, что мы изделили. Я знал, как это было. Друзья, резкое перемещение. У нас уже новый день, и мы с вами уже в Бикини. Мы приехали только вчера из Шанхая на поезде. Собственно, мы были со мной и все видели. Вчера я особо ничего не снимала, потому что такой день был, знаете, когда ты приехал, устал, и просто мы особо ничего интересного не делали. Единственное, мы дошли до другого центра и сходили в один прикольный такой японский ресторан. Поели, попили пиво. И, собственно, все, вечером просто прогулялись. А сегодня у нас уже будет интересная, насыщенная программа. Мы идем в старый город, и у нас уже тут куча приключений. Чтобы туда попасть, нужно зайти с определенного входа. Сначала взять с собой паспорт. Мы уже этого не сделали. Возвращались домой. В общем, и сейчас мы со второй попытки пытаемся туда зайти. Нужно заранее записаться. Короче, не все, все абсолютно не как у нас. У нас ты просто плачешь деньги и можешь спокойно заходить, куда ты хочешь. А тут же такого нет. Так как мы пришли с целой компанией, к нам еще присоединились, помимо девчонок, на нашу повестку сестра Андрея и ее муж. Поэтому ребята нас записали. Я вообще, честно, ничего не понимаю. Короче, нужно еще заранее записываться. Здесь еще есть такая традиция. Девушки наряжаются в кимоно, красятся. Вот видите, там несколько человек идет. И специально для того, чтобы здесь пофотографироваться как-то красиво. Я сегодня просто надела свое платье, новую сумку Zara, босоножки тоже Zara. Потому что сегодня, наконец-таки, первый, наверное, такой суперсолнечный день. У нас в Минуссер, наконец-таки, в стирку. А при отеле за миллион долларов. Но ничего не поделаешь. Их-то прачечных я здесь не видела. Друзья, посмотрите, просто сколько здесь людей. И здесь очень много входов и выходов, как я понимаю. Мы зашли с одного из них. Просто толпы. Сейчас нужно будет разбираться, куда нам идти. Наверное, вот туда, где как раз толке очередь. Пока мы ищем наших друзей. Здесь, кстати, очень плохо работает геолокация, поэтому приходится созваниваться. Очень забавно. Китайцы очень многие, во-первых, не знают английский язык. Я думаю, это всем известный факт. И самое смешное, что в такси мы сегодня ехали. И он понимает, наверное, что мы не понимаем ничего по-китайски и продолжает на нем говорить. И мы пытаемся дать ему переводчик. И некоторые таксисты с радостью говорят, наговаривают. И мы понимаем, о чем еще идет речь. Поэтому мы уже и сегодня. Он просто продолжал говорить на китайском. Это было очень странно. Друзья, мы все идем, гуляем. Очень большая территория, конечно, она не заканчивается. Ну и каждый раз примерно плюс-минус одно и то же. Надо было почитать историю всего этого, чтобы было более интересно. Но я не успела, к сожалению. Вот мороженое по 25 юаней. Я выбрала вот такое. Оно, по-моему, с сыром и с клубникой. Мороженое оказалось прям очень вкусное. Особенно, когда мы сегодня не завтракали. Поэтому это единственный был вариант что-то съесть. Вот. У меня, как я уже сказала или не говорила, со вкусом сыра и клубники. Мне кажется, это супер необычно. Еще здесь такие красивые иероглифы на самом мороженом. Так что, если будете здесь гулять, обязательно возьмите себе тоже такое. В общем, у удивления, мы довольно быстро нашли европейское кафе, кофейню. Андрей нашел. И здесь довольно вкусный кофе. Я взяла себе айс-латте. Кафе находится недалеко, как раз вот от выхода в этот город. И нам очень быстро принесли еду. Точнее мне. Посмотрите, я взяла такой салат с лососем. Просто огромная тарелка. Выглядит очень аппетитно. И здесь вообще, если честно, в Китае очень сложно найти какие-то европейские кафе. Обычно ты едешь, и везде все китайское. Мы уже немножко подустали от такой еды. Хочется чего-то нормального. У нас почти никто не ест. Прям не любят китайскую пищу. Поэтому мы очень рады встретить что-то европейское. Принесли его поланьеза. Выглядит очень интересно. С руколой сверху. И у Лёки вот такой вот цезарь необычный с киноа. Мы сегодня очень много гуляли. И так как у нас очень большая компания, я не смогла все заснять, как вы видите. Здесь большой пакет из Зары. И еще из вот этого магазина Миннесон. Распаковку из Зары уже покажу в следующем влоге. И что я хотела сказать еще важное насчет интернета. У меня здесь роуминг. И я думаю, что вы тоже уже это знаете. Здесь все эти сайты наши, там, YouTube, Instagram и так далее, они просто так не работают. И нужен VPN. Поэтому я советую свой VPN, которым я пользуюсь также и в России. Он стоит 99 рублей за 30 дней. Если берешь больше, там, на 3 месяца, что-то такое, там еще меньше получается в месяц. Ссылочку оставлю внизу в описании этого видео. Правда, очень рекомендуем. У меня вот, девчонки, я сама взяла другой VPN за 1000 рублей на 7 дней. Но в итоге он мне даже не нужен. Поэтому рекомендаем. И сейчас я в торговый центр искать какую-то еду. И еще хотела сказать по поводу Пекина. Шанхай мне понравился гораздо-гораздо больше. Это более такой современный город. Я вам говорила о том, что как круто помогать в Китае. Насчет Пекина, если честно, ты будешь находишься в 80-х. И отель сам тоже покажу в следующем влоге уже. По второй части из Китая. Отель сам как будто в 80-х. И вообще торговый центр нет, они современные, как вы видите. Но улицы, здания и маленькие магазинчики чисто такой 80-ый стайл. Вот, друзья, поэтому увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Спасибо большое, что посмотрели. И оставляйте ваши комментарии.